На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В средней школе номер два ученики собрали порядка двух с половиной тонн гуманитарной помощи. Пять с половиной тонн гуманитарной помощи во всей этой совокупности уже собраны. И завтрашнего дня начнется вывозиться на пункт для отправки в Донбасс. Состоялась встреча с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. Основная и главная задача, чтобы вам было с нами тепло, уютно, спокойно. Видновский пожарный гарнизон отметил свое 50-летие. В первую очередь хочу пожелать вам всем здоровья, благополучия и удачи, долгих лет жизни. Добрые поступки совершать несложно, а главное приятно. Тысячи школьников Ленинского округа приняли участие в масштабной областной акции «Доброе дело» в Видновской школе номер два. Ученики собрали порядка двух с половиной тонн гуманитарной помощи. Татьяна Брылова подробнее. Во втором корпусе Видновской школы номер два пришлось выделить целый кабинет. Так много желающих оказалось принять участие в областной акции «Доброе дело». Все вещи, будь то продукты питания, средства гигиены или игрушки, аккуратно упакованы в коробки и подписаны. Этим занимались ребята из внутришкольной благотворительной организации «Открытые сердца». «Открытые сердца» – это, можно сказать, как лозунг «Открыть свое сердце для помощи другим людям». В открытости детских сердец смогли убедиться гости школы, приехавшие, к слову, не с пустыми руками. Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк и глава Ленинского округа Алексей Спаски привезли несколько больших пакетов, внеся свой вклад в общее «Доброе дело». Все делают ребята, все дети, родители. Самые тяжелые, естественно, конечно, родители. Потому что мы не ожидали такой реакции на то, что… Отклик, да? Да, просто невероятный. Везли машинами. Видновская школа номер два стала одним из лидеров по сбору гуманитарной помощи в муниципалитете, подхватив идею гимназистов из городского округа Одинцова. На этой неделе стартовала такая классная акция, которую инициировали сами дети. То есть это началось там в нескольких школах, наша гимназия Примакова начала. И очень отрадно, что все дети абсолютно по всем округам нашим, они очень выразили готовность и желание по ней поучаствовать. Ну и мы сами сейчас видели тоже, да, сколько всего полезного и нужного будет отправлено в Украину. Когда речь идет о помощи взрослыми людьми, это, я думаю, долг. А вот когда речь идет о том, что дети включились в эту акцию, дети помогают, это идет от сердца. Сомневаться в том, что ребята принесли все эти вещи искренне и от души не приходится. Посмотрите, что написала ученица школы София Шубина. Несмотря на тяжелые времена, учитесь, развивайтесь, у вас все получится. И таких, как София, сотни, тысячи. Все 18 школ и 22 детских сада округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Три-четыре дня мы действительно собираем эту помощь. Пять с половиной тонн гуманитарной помощи во всей этой совокупности уже собранной. С завтрашнего дня начнется вывозиться на пункт для отправки в Донбасс. А открытые детские сердца уже снова готовы прийти на помощь. Добрым словом и добрым делом. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Видном состоялась встреча с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. Сейчас на территории Ленинского городского округа проживает порядка 400 человек, вынужденно покинувшие свои дома. Представители администрации, общественной палаты и различных муниципальных учреждений ответили на волнующие людей вопросы. Подробности в репортаже Юлия Погосян. Супруги Ирина и Александр долго не думали. Как только появилась возможность, взяли ребенка и покинули свою родину – Луганскую народную республику. По стечению обстоятельств прибыли в Ленинский городской округ, где, по признанию самой Ирины, их радушно приняли. Сейчас семья обустраивается на новом месте. Пока что отходим от сего. Молодежды есть? Конечно. И таких, как супруги Ковтун в Ленинском городском округе, порядка 400 человек. Кто-то из Луганской и Донецкой народных республик, а есть среди беженцев и граждане Украины. Все они свои дома покинули не от хорошей жизни. Некоторые ждут победы России, чтобы спокойно вернуться на родину. Другие рассматривают Подмосковье как возможность начать все сначала. Основная и главная задача – чтобы вам было с нами тепло, уютно, спокойно. И чтобы мы вместе с вами могли думать с улыбкой о дне завтрашнего. На днях для всех желающих гостей округа была организована встреча, где люди могли задать волнующие их вопросы. В основном это темы получения статуса беженца, правильное оформление документов, медицинское обслуживание и трудоустройство. Огромный поток людей с очень разным уровнем образования. Это есть и линейный персонал, есть люди, которые имеют высшее образование, техническое, гуманитарное. Хотят работать, хотят остаться жить в нашем районе на постоянной основе. Собственно, поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы помочь им максимально эффективно это сделать. Актуальная тема – устройство детей в школы и детские сады. Сейчас на территории округа в учреждениях обучается порядка 70 ребят разных возрастов. Директора всех их знают поименно и следят за тем, чтобы детям было комфортно. С ребятами установлены очень доброжелательные отношения. Когда мы задавали вопрос ребятам, успели ли вы с кем-то уже подружиться, они сказали, что да, даже нашли себе друзей. Вот за столь короткий период. То есть дети достаточно открытые, коммуникабельные. Также всем беженцам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе обследование при получении вида на жительство. Это касается и неотложного состояния на дому, это и касается обращения к нам в медицинские учреждения Витовской районной клинической больницы. Граждане могут получить всю необходимую помощь, консультацию врачей-специалистов, врачей первичного звена, сдача и прохождение диагностических и лабораторных методов исследования, и также пройти вакцинацию, если это необходимо. Помимо всего прочего, членами общественной палаты муниципалитета продолжается оказание адресной помощи беженцам. А в ближайшее время в кинотеатре «Искра» стартует для гостей оздоровительная программа занятий йогой. Юлия Пагасян, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. На аллее памяти, расположенной у здания ОМВД России по Ленинскому городскому округу, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел. Об этой памятной дате расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Совет ветеранов Ленинского ОВД существует уже 31 год. В организации состоят более 150 человек. В данном мероприятии здесь оно проводится впервые. Почему? Потому что у нас в том году был открыт памятник, вот так называем, аллея памяти. И я хочу сказать огромную благодарность всем тем, кто принимал участие. Посмотрите, какое замечательное место до встречи ветеранов, молодых сотрудников. Здесь будут принимать притягу, например, встречаться, возлагать венки, цветы к памятнику. Это очень хорошее дело. У трижды полковника Нины Сапуновой 42 года выслуги в Следственном комитете. Нина Александровна и сейчас служит в органах внутренних дел. Преподает криминалистику в кадетском корпусе. Когда я сюда пришла, мне выделили маленький-маленький кабинетик, где я работала, выезжала на все виды преступления. Со всеми ребятами, мальчишками я объездил весь Ленинский район. Вы знаете, моя жизнь всегда была связана с экспертизой. Все виды экспертиз, все виды происшествия – самолеты, подрыв авто, поездов, пароходов. В начале мероприятия засчитали поздравления от начальника главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова. Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций органов внутренних дел. Представители администрации округа выразили слова благодарности ветеранам за долгие годы службы и вклад в развитие Ленинского ОВД. Огромную работу и огромный долг Родине, который вы отдали в свое время, безусловно, всегда останется в нашей памяти. И нам отрадно, что сегодня эту эстафету, если можно так сказать, продолжают нынешние сотрудники ОВД Ленинского городского округа. Участники ветеранской организации, гости мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам органов внутренних дел. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. ВИДНОВский пожарный гарнизон отметил свое 50-летие. В честь этого события и в преддверии Дня пожарной охраны России ветеранов-огнеборцев поблагодарили за службу и вручили памятные медали. В 1971 году в Ленинском районе Московской области был создан свой собственный пожарный гарнизон. До этого ближайший пункт огнеборцев располагался в Москве, в районе Царицыно. В 1971 году переехали на территорию Московского коксогазового завода и с этого момента начался отсчет службы на территории Ленинского района. Через два года в 1973-м огнеборцы перебрались в только что отстроенное пожарное депо на проспекте Ленинского комсомола, где и находится по сей день. За заслуги перед Московской областью и муниципалитетом в честь юбилея гарнизона и в преддверии Дня пожарной охраны России ветеранов-огнеборцев поблагодарили за службу и вручили памятные медали. В первую очередь хочу пожелать вам всем здоровья, благополучия и удачи, долгих лет жизни. Спасибо вам, как вы нас учили, как нужно служить, тушить пожары, профилактировать. За 50 лет своей деятельности гарнизон не раз становился победителем окружных соревнований и конкурсов. Было спасено более тысячи человек в ходе тушения пожаров, ликвидации последствий ДТП, техногенных аварий и стихийных бедствий. Раньше, если, допустим, было из пожарно-технического вооружения топор, лопата, багор, то сейчас механизированный инструмент и нужны специальные знания, чтобы этим инструментом качественно и умело пользоваться. Служба очень сложная. Обеспечение защищенности людей от пожаров – это очень серьезная и нужная работа. И рад, что мне довелось поработать именно по обеспечению защищенности людей от пожаров на территории нашего родного Ленинского района. Сейчас я продолжаю работать в бывшем нашем воскресенском поселении. Также памятными медалями отметили ветеранов-огнеборцев в гарнизонах развилки на Московском коксогазовом заводе и в отделе Государственного пожарного надзора. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Общий областной субботник, который был запланирован на 16 апреля, пришлось отменить из-за погодных условий. Но многие организации предусмотрительно провели его заранее. В их числе оказались телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести». В пятницу самое лучшее настроение. Лучше не скажешь, особенно когда рабочий день решили укоротить и посвятить освободившееся время уборке. Но в начале все участники субботника проходят инструктаж. Работники допускаются к уборке территории только не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж. Площадь здания, где расположились телеканал «Видное ТВ» и газета «Видновские вести», порядка тысячи квадратных метров. Прилегающая территория вдвое больше. Конечно, и в обычные дни здесь поддерживается порядок, но все же субботник не помешает. К сожалению, в субботнике принимают участие не все. Кому-то нужно поработать, чтобы новости вовремя вышли в эфир. Для остальных же тоже работы хватает. Например, нужно помыть окна, обязательно протереть оборудование. Прибраться на рабочем месте – это, кстати, майор. Но больше всего работы на прилегающей территории. Здесь нужно убрать прошлогодние листья и ветки. Задача не из легких, но мы справимся. Те, кто не на боевом посту, вооружились тряпками, швабрами, лопатами и граблями и около часа упорно работали. Впрочем, для большинства такой труд в удовольствие. Боевое настроение, работаем. Вообще обожаю работать с коллективом и на новостях, и на передачах, и так вот на субботнике. Я очень люблю работать с граблями, лопатами, сажать огороды. На самом деле мне нравится. Мне очень нравится на свежем воздухе работать, дышать, наслаждаться. После двух часов упорной работы здания, редакции, газеты и телевидения и окружающая территория заиграли новыми красками. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Праздник труда в Московской области был учрежден в 2007 году. С тех пор он ежегодно отмечается в третью субботу апреля. Традиционно в этот день чествуют людей, внесших свой вклад в развитие Ленинского городского округа. На праздничном мероприятии побывал Дмитрий Книга. Во Дворце культуры города Видное состоялось чествование работников предприятий и учреждений муниципалитета по случаю Дня труда, который в Московской области отмечается ежегодно в апреле. На торжественном мероприятии собрались люди самых разных профессий. Я работаю официальный стаж у меня с 19 лет, неофициальный с 17. И для меня работа – это прежде всего самоутверждение. Я работаю с детками, считаю, что работа с детьми – это одно из самых, не то что тяжелых, но это поистине та работа, которую нужно любить. Со сцены гостей праздника поздравили представители администрации Ленинского городского округа и почетные гости. Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк зачитал приветственный адрес от губернатора Андрея Воробьева. Мы гордимся сильными трудовыми коллективами, династиями, высококлассными специалистами, которые ответственно и с полной отдачей работают в разных отраслях. Сегодня Ленинский городской округ успешно участвует в реализации национальных проектов, реализации государственных программ и мы гордимся результатами труда медиков, учителей, работников сферы культуры, спорта и других не менее важных профессий. За добросовестный труд и вклад в развитие округа наградили людей, работающих на территории муниципалитета. Не обошли вниманием и основателей нашего города Павла Гаевского, Тимофея Лемешко и других, чьи имена стали символами становления видного и главного градообразующего предприятия. На заводе, при нем это Лемешко Гаевский, завод стал заводом-садом. Это все знают. И, по-моему, сейчас до сих пор такого завода, такого уровня, по-моему, не было. И нет, и, возможно, он никак когда-нибудь будет. Традиционно считается, что человек труда – это представитель рабочей профессии, но стоит отметить и предпринимателей, чьи успехи в бизнесе положительно влияют на экономику округа. Мероприятие сопровождалось праздничным концертом с участием местных творческих коллективов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова